ну что первым делом займемся грибами нарезаем вот таким вот образом грибочки у меня не крупные если крупные режьте немного мельче ничего страшного что они снаружи уже немного потемнели это не большая проблема так как при жарке они сразу обретают совсем другой вид на первый взгляд у нас здесь такая куча грибов на самом деле всего лишь 900 грамм первая наша фишка в том что будем обжаривать на сухую мы сокращаем обжарку времени обжарки грибов в два раза если налить масло и потом только отправлять грибы уже в горячее масло наши грибы жарится в два раза дольше я надеюсь наши грибочки поместится все сковородку и так я поместил все грибочки сковородку конечно идеально иметь большую сковороду на кухне теперь займемся лук лук нарезаем кубиком отделяем малое филе от большого а большое нам нужно разделить на две части отлично есть два отличных способа приготовления курицы к нашему жульену но самый лучший это обжаренная курица добавляю свежемолотого перца смесь перцев немного сладкой лепестковой узбекской паприки она придает обалденный вкус курицы грибы уже пускают сок уже прямо видно что хорошенечко ужариваются такой способ обжарки идеальный вообще и намного быстрее обжариваются наши грибочки обязательно присолим так отправил сковородку гриль на плиту смазываем чесночным оливковым маслом буквально одну минутку ждем и отправляем нашу куриную грудку смотрите как сильно ужарились наши грибочки отправляем курицу курить ужарим до полу готовности буквально с каждой стороны по две минуты так жидкость наша уже можно сказать улетучилась нам нужны грибочки хорошенечко присолить и перчить количество перца на любителя кто-то больше кто-то меньше буквально небольшое количество масла и лук ах какой обалденный аромат ребята лук с грибочками с ароматом черного перца это просто шикарный аромат первая порция мяса готова можно нарезать нарезаем так же кубиком смотрите какое сочное и обжаренное всего лишь по 2 минуты с каждой стороны мягкое очень ароматное измельчаем на кубики отправляю примерно пол столовой ложки крахмал картофельный можно кукурузный и хорошенечко перемешиваем сразу сразу же отправляю после того как перемешали отправляем сливки у меня жирные 20 процентов можете взять 10 и на медленном огне хорошенечко все это перемешиваем сейчас оно начнет сгущаться картофельный крахмал свое дело сейчас сделает отправляем мясо хорошенечко все перемешиваем все и отправляем в специальные формочки порционные хорошенечко это все утрумбовываем аромат ребята ах вкусный у меня сейчас будет обед ну и верхним слоем конечно у нас идет сыр берите свой любимый хорошенечко таким красивым жирным слоем отправляем сверху сыр все отправляю в заранее разогретую духовку выпекать будут при 200 градусов примерно 10 минут слоем сверху евро перемешиваем выключаем отец манта море и ай как сыр тянется так пора пробовать ребят